МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рано утром в дом обвиняемого постучали четверо мужчин. Когда началось задержание, в руках у подозреваемого появился нож. Он ранил троих, причем двое попали в реанимацию. По словам сотрудников, перед задержанием они кричали «Стоять, милиция!». Сам фигурант уверял в суде, что принял милиционеров за бандитов и защищал от них семью. Кстати, ранее он уже был судим за разбой и грабеж. Приговор еще не вступил в законную силу и, может быть, обжалован. А вот по делу о получении взяток в ближайшее время только начнется разбирательство в суде Центрального района Гомеля. Следственным управлением ОСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по капитальному строительству филиала Гомельские электрические сети РУП Гомель Энерго. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 3,5 тысячи рублей. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый, будучи председателем временных конкурсных комиссий по проведению процедур выбора подрядных организаций для проведения строительно-ремонтных работ на объектах филиала, дважды получил в качестве взятки денежные средства от начальника строительного участка одной из компаний. Согласно материалам уголовного дела, таким образом взяткодатель благодарил должностное лицо за приглашение принять участие в проведении процедуры выбора подрядной организации, а также за заключение дополнительных соглашений в интересах коммерческой структуры для того, чтобы увеличить объем работ и, соответственно, поднять цену договора. На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы как получение взятки и дача взятки. В ходе предварительного расследования изучались причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Следственным управлением УСК внесены соответствующие представления в РУП «Гомель Энерго» и филиал. Оба представления рассмотрены в данных организациях с участием следователя. В окончании выпуска оперативная информация от сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Накануне в Гомельском районе при пожаре спасен мужчина. Подразделения МЧС выехали по сообщению о возгорании квартиры в пятиэтажном доме в деревне Песочная Будо. По прибытии к месту вызова из окон квартиры на первом этаже шел дым. Открытого горения помещения не было. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в одной из двухкомнатной квартир был обнаружен хозяин квартиры 1969 года рождения, инвалид второй группы. Он был эвакуирован, он не пострадал. Как выяснилось, он проживает совместно с супругой, которая на момент возникновения пожара в квартире отсутствовала. Эвакуация жителей дома из соседних квартир многоэтажки не понадобилась. Причина пожара устанавливается. Таков обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.